Верховный совет, который возглавлялся Хасбулатовым, это был типичный орган вот той еще советской власти. То есть это ни в коей мере не был орган, который как бы, ну был вот тем, что обычно называют парламентом. То есть законодательная власть, которая отличается именно этим, именно тем, что она законодательная от исполнительной. Верховный совет того времени пытался властвовать, пытался распоряжаться. То есть он претендовал на функции, которые обычно принадлежат исполнительной власти. И тем самым создавал как бы некую основу для противоборства. Исполнительная власть того времени во главе с президентом Ельциным, она не привыкла видеть кого бы то ни было еще на политическом горизонте, кроме самой себя. И поэтому вот такая степень этого противоборства. Можно ли было предотвратить развитие событий по вот тому сценарию, по которому они развивались? Мне кажется, вполне можно было это сделать, но для этого надо было, что называется, другие головы. И тем, и другим. И другой способ видеть мир, и другой способ устройства властных структур. Ельцин хотел безраздельного господства, а Хазбулатов стремился к тому, чтобы как можно ухватить вот из этого господствования в свою пользу. И поэтому странным образом развивались.